Председателю правительства показали, сквер дружбы народов – это один из удачных примеров организации общественного пространства. Как отметил глава региона, сейчас по всей Кубани, даже в небольших станицах, активно создают зоны отдыха и новые парки. Программа «Комфортная среда» – это режим. Она стоит сколько угодно. Сегодня квадратных метров, но если не будет вот такой комфортной среды, жизнь там не поселится в этих районах. Поэтому, благодаря только этой программе, мы можем создать жизнь. Это очень важно и правильно. О том, какими должны быть города будущего, говорили уже на форуме «Городская среда», который открылся в Краснодаре. На четырех дискуссионных площадках обсуждали комфортные дворы, благоустройство парков, скверов, улиц и площадей в больших и малых городах. Участники обменивались мнениями, делились опытом и своими наработками. Также представили проект местных разработчиков заправки для электрокаров. Она полностью автономна и работает от солнечных батарей. Уже на пленарном заседании Дмитрий Медведев отметил, что «Городская среда» – это приоритетный партийный проект «Единой России». Сегодня в городах проживает более 70% населения нашей страны. Главная цель – это действительно не квадратные метры, а жилье в комфортной современной среде, отвечающей условиям, подходам 21 века. Именно поэтому проект по формированию комфортной городской среды является важной частью стратегии пространственного развития, которую мы, кстати, сейчас готовим в рамках основ государственной политики регионального развития на период до 2025 года. Значит, важно, чтобы эти изменения в городской среде не ограничивались одним годом. Поэтому я считаю, что средства на государственную поддержку благоустройства городской среды должны быть предусмотрены в нашем трехлетнем бюджете. О комплексном развитии городов неоднократно говорил губернатор Кубани. За последние два года в крае не было узаконено ни одного самостроя. Разрешение на строительство дается только при полном соответствии проекта правилам землепользования и застройки. В проекте дома должны быть предусмотрены детские спортивные площадки, парковка и зеленые зоны. В этом году на благоустройство территории Краснодарского края выделено более полутора миллиардов рублей. Участниками программы стали 22 муниципалитета. Краснодарский край намного раньше стал заниматься благоустройством общественных пространств, потому что Краснодарский край все-таки это курортный регион, сюда едет практически вся Россия. Поэтому, что касается общественных пространств, то я думаю, что мы во многом опережаем многие регионы страны. Участие в конференции «Городская среда» приняли более тысячи человек из 85 субъектов страны. Елена Авсецина, телекомпания «ФКТ». Если сегодня по ходу работы «ФКТ»...